Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». Лето дарит нам множество вариантов активного и интересного времяпрепровождения, однако лишает нас возможности созерцать один из самых зрелищных видов искусств. Театр. Однако в нем самом жизнь не замирает. Чем же занимаются актеры в период театрального затишья и какие события ознаменовали закрытие театрального сезона? Об этом и многом другом сегодня мы поговорим с директором областного театра «Кукол» Кирилловым Константином Геннадьевичем. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, насколько я понимаю, театральный сезон уже официально закрыт. Правильно? Вот хотелось бы знать, подводя его итоги, какие наиболее яркие, значимые события для вашего театра вы могли бы выделить? Ну, этот сезон для нашего театра был, можно сказать, юбилейным, праздничным, потому что это был 45-й театральный сезон. И в апреле месяце прошел юбилейный вечер театра, на котором присутствовало очень много рязанцев, гостей нашего города, наших друзей, которые любят наш театр. Как обычно вводятся, сотрудники театра получили какие-то награды, премии от правительства Рязанской области, от Министерства культуры, от областной думы. Конечно, это очень важно и значимо для людей, которые служат искусству театра, трудятся в нашем театре. Плюс в этом сезоне было выпущено несколько очень интересных спектаклей. Мы в прошлом сезоне взяли курс на то, что каждый сезон теперь мы будем выпускать по одному спектакту для взрослой аудитории, для взрослого зрителя. Рязанцы, знающие и любящие наш театр, знают, что ранее в репертуаре нашего театра было очень много спектаклей для взрослых. Это все помнят легендарный спектакль «Мастер и Маргарита» и так далее, и так далее. То есть «Чунок Гамлета» Валерий Николаевич Шацкий, наш художественный руководитель, снискал себе славу именно как постановщик спектакля для взрослых, славу не только рязанскую, но и мировую. И в этом сезоне мы выпустили спектакль на гранд Министерства культуры Российской Федерации, спектакль «Демон» по поэме Лермонтова. И буквально 1 марта состоялась премьера спектакля «И наказание» по роману Достоевского «Преступление и наказание». Тоже для нас очень важный, знаковый спектакль. В спектакле занята вся труппа театра, то есть нет ни одного артиста, так сказать, у нас не осталось, который не был бы занят в этом спектакле. Этот спектакль поставил наш давний, очень большой друг, очень интересный ведущий режиссер сейчас Европейского театра «Кукол» Олег Жужда, главный режиссер Гродненского театра «Кукол». Сейчас этот спектакль, так сказать, подана заявка для участия в национальной театральной премии «Золотая маска». Эксперты к нам обращаются, уже что-то отсмотрено. И буквально 22-го числа мы вернулись с такого серьезного фестивального тура. С 10 по 13 мая мы находились в городе Гродно, Белоруссии, на первом международном празднике фестиваля «Ляльки над Неманом». Со спектаклем «Лиса и медведь», где наш артист Василий Уточкин получил премию «Лучшая мужская роль». Затем прямо оттуда мы переехали, не возвращаясь домой, переехали в город Омск, где приняли участие в работе третьего международного фестиваля театров «Кукол» в гостях у «Орликина», где актриса наша Светлана Борисова, опять же с этим спектаклем «Лиса и медведь», получила лучшую женскую роль. Вот так вот на двух фестивалях мы как бы взяли основные номинации. Вот зрители могут видеть, это приз фестиваля в гостях у «Орликина», Омского фестиваля. Ну и призы, которые «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», мы уже сейчас их отдали артистам, чтобы они могли, так сказать, дома представить это своим родным и близким. Вот, так сказать, наши события. Также сейчас в театре идут ремонтные работы, идет третий этап выполнения, областной целевой программы модернизации развития материально-технической базы областных театров. И в сентябре, когда мы откроем свой 46-й театральный сезон, а это состоится 14 сентября, в формате открытия 14-го международного фестиваля театров «Кукол» «Рязанские смотрины», зрители уже, и не только зрители, но и коллеги, и друзья, приедущие к нам на фестиваль, увидят уже, как бы, театр внутри почти полностью реконструирован. Кирилл Геннадьевич, вы, по-моему, все рассказали. Мне практически нечего спрашивать. А давайте чуть подробнее вот о спектакле «Лиса и медведь». Ведь премьера его состоялась, если я не ошибаюсь, в прошлом году. А почему именно этот спектакль был выбран вами для тех фестивалей, которые проходили? Ну, дело в том, что этот спектакль еще не принимал участие, нет у него такой широкой фестивальной жизни, хотя в прошлом сентябре, буквально через 2-3 месяца после премьеры, он принял участие в работе фестиваля в Волгограде. Сейчас точно не помню, как назывался этот фестиваль, где, собственно, получил премию за лучшую режиссуру спектакля. Валерий Николаевич Шацкий, который поставил спектакль, получил эту премию. То есть вот у него уже три участия в фестивале, и на каждом есть награда. Мы его не показывали на фестивале «Рязанские смотрины». Этот спектакль достаточно компактный, но очень интересный и очень образный. Несмотря на то, что вроде бы это детская сказка, ну, «Лиса и медведь». Сказка называется «Как леса и медведя обманывала», да потом сама попалась. Но, тем не менее, Валерий Николаевич придумал такой интересный ход режиссерский. Недаром спектакль позиционируется как спектакль для детей с родителями. Потому что героями спектакля является молодая пара супружеская, которая получила квартиру или купила квартиру. Мы это не уточняем, но вот они приходят в новую квартиру, пытаются ее обжить. И на конфликте каких-то взаимоотношений между собой, ну, потому что одному хочется обои одного цвета, другому другого, и тогда вдруг возникает вот эта история, они переходят на куклы, и «Лиса и медведь», который также существует немного в конфликте, «Лиса хитрая», она обманывает медведя. Медведь такой домовитый, хозяйственный. То есть вот здесь вот идут такие параллельно две истории. То есть история людская и история персонажей кукол, то есть «Лиса и медведя». И третий персонаж, который все это обобщает, это домовой, который живет в этой квартире, в этом доме, является хранителем. Вот. И он помогает героям прийти к самому основному, то есть к любви, пониманию и продолжению жизни в одном направлении. Если мы с вами коснемся спектаклей для взрослых, да, насколько я понимаю, не так давно, раньше, да, было, но потом был же у вас какой-то период, когда большинство спектаклей все-таки были для детей. Да. Сейчас вы как-то приучаете взрослых зрителей, что в кукольный театр и им можно ходить, и не только с детьми. Слава Богу, что наш зритель не отвык от того, что он ходил на вечерние спектакли. И ни у кого сейчас в Рязани не возникает вопрос, а почему в театре кукол спектакль для взрослых, либо проходит какое-то мероприятие, либо концерт, на котором присутствует взрослая аудитория. Тем более, что на площадке театра кукол очень долгое время работало театральное товарищество «Премьер А». Это антреприза рязанская с драматическими спектаклями. Ну, я и говорю, и Валерий Николаевич воспитал рязанского зрителя, взрастил вечерними спектаклями. То есть ни у кого не возникает вопросов, почему в театре кукол. И, слава Богу, период был небольшой, когда мы не играли спектакли для взрослых. Ну, совсем небольшой. Там где-то порядка двух-трех лет. Не успели отвыкнуть, и мы снова вернулись к этой истории. Первой нашей ласточкой, так сказать, в начале был спектакль «Ищу человека» Диоген, который мы выпустили два года назад. И вот сейчас уже «Демон», «Наказание». Впереди «Голый король». То есть в следующем году Валерий Николаевич будет ставить пьесу Шварца «Голый король». Ну что ж, мы будем ждать нового театрального сезона, ваших премьер. Спасибо большое, что сегодня пришли в нашу студию, уделили нам время, с нами пообщались. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова